Использование антиковидной плазмы крови снизилось почти в три раза. Основное количество сейчас забирается для карантинного хранения, чтобы при подъеме заболеваемости был сформирован значительный запас. С мая прошлого года, когда стало известно, что плазма крови переболевших коронавирусом помогает пациентам с тяжелым течением болезни, в областном центре трансфузиологии было заготовлено 980 литров. Ее поставляли в лечебные учреждения по всей области. За полтора года было использовано порядка полутонны. В начале этого года ежемесячно выдавалось около 43 литров, а в июле необходимо было всего лишь 15. Такое снижение спроса говорит о сезонном спаде вирусных заболеваний. Поэтому основная часть плазмы забирается для хранения. В центре трансфузиологии она будет храниться полгода, а выдаваться по мере необходимости только после повторного тестирования на вирусные инфекции доноров, от которых эта плазма была получена. Этот процесс можно ускорить в патоген редукции, это аппаратное уничтожение вирусов. Сложность его заключается в высокой стоимости такой процедуры. На сегодняшний день, как я уже сказал, у нас находятся более тонны плазмы антиковидной на карантинном хранении, то есть в ожидаемом эпицезоне, то есть осенне-зимний период, скорее всего, будет подъем, и мы готовы к оказанию помощи, к выдаче этой плазмы в лечебные учреждения. У нас есть доноры, переболевшие инфекцией ковид, которые довольно-таки давно уже ходят, и титры антицел антиковидных класса G у них поддерживаются на довольно-таки высоком уровне. Кстати, среди гродненских доноров есть и свои рекордсмены. Немало случаев, когда люди сдавали плазму более 10 раз, однако максимум принадлежит жителю областного центра, который сдал 16. В самом начале этой практики поликлиники предлагали переболевшим коронавирусом стать донорами плазмы крови. Позже инициативу стали проявлять и сами пациенты, желающие помочь тяжелобольным. Однако такая возможность есть далеко не у всех. Противопоказаниями могут быть возраст моложе 18 и старше 60, вес у женщин менее 55 килограммов, у мужчин меньше 60, а также наличие хронических заболеваний, особенно в острой форме. При этом стоит помнить, что плазма не заменяет лечение, а является существенным подспорьем для медиков в борьбе с коронавирусом. Сдавать ее могут только люди, переболевшие инфекцией, у которых выработались антитела. Также рассматривается вариант, чтобы такая возможность была и у тех, кто вакцинировался. К слову, по официальным данным Министерства здравоохранения, в нашей стране за последние сутки заболели 607 пациентов, были выписаны 434. Всего с начала пандемии инфекции заразились более 455 тысяч человек, 3551 умер. В стране продолжается массовая вакцинация препаратами российского и китайского производства. В Гродно иммунизацию прошли почти 14% населения. КОНЕЦ КОНЕЦ